Сергей, добрый вечер, вам слово. Добрый вечер. Сегодня мы вместе с экспертами обсуждаем поручение главы государства, озвученное им в послании о перезагрузке деятельности главного жилищного банка страны. В финансовом институте должны приоритетом сделать кредитование недвижимости в районах, моногородах и селах. Меня зовут Сергей Гиргель, в прямом эфире ток-шоу «Итоги» и мы начинаем. Итак, деятельность от басы банка должна быть переориентирована с областных центров на периферию. По мнению президента, таким образом мы стимулируем развитие регионов, где будут строить дешевое жилье под государственные программы и доступные ипотечные займы. Вот только насколько готовы сместить свой фокус вслед за жилищным банком строительные компании. Понятно, что в глубинке большой маржи застройщикам не светит. И не совсем понятно, какой будет спрос, например, в селах на квартиры в многоэтажке, где люди уже привыкли жить, как говорится, на земле. При этом непонятно, свернет ли свои программы от басы банк в крупных городах, где на его долю приходится до 70% всех выданных жилищных займов. По сути, для желающих приобрести собственные квадратные метры остается только программа 7-20-25, кредитующая только новое жилье. Да и то, с этого года ее финансирование сильно ограничили. Так что хотим получить в итоге. И что можем получить? Субтитры создавал DimaTorzok Ну, давайте разбираться, как смена фокуса из крупных городов региона скажется на рынке недвижимости в целом и какого эффекта в итоге хотят добиться власти. Сегодня у нас в гостях Лизат Ибрагимова, председатель правления акционерного общества от басы банк. Рустам Исаев, эксперт по недвижимости. Мюрерт Молшина, руководитель управления жилищного строительства и развития инженерно-коммуникационной инфраструктуры к новой застройке Министерства промышленности и строительства Казахстана. Вам добрый вечер, добро пожаловать в нашу студию. С нами также на онлайн-связи Тен Виктория из Астаны, заместитель президента Ассоциации застройщиков Казахстана. И Александр Пак, президент саморегулируемой ассоциации риэлторов Казахстана и Стараза. Как слышите, господа, дамы? Добрый день, отлично слышно. Отлично слышно. Все, мы вас тоже и видим, и слышим хорошо. Спасибо, что подключились к нашему разговору. Александр, у меня сразу, наверное, к вам будет вопрос. Давайте в самом начале о ситуации на рынке недвижимости. Вот как прокомментируете? Ну, что касается нынешней ситуации недвижимости, она, конечно, тяжелая, потому что количество сделок купли-продажи уменьшилось. Что касается переформатирования от Басыбанка и... Нет, сейчас подождите, пока давайте про рынок недвижимости все-таки. Почему снизились сделки купли-продажи? То, что исчезли льготные кредиты? Безусловно. Отсутствие льготных ипотек – это один из основных факторов снижения сделок купли-продажи. Затем вторым является инфляция. Действующая инфляция – удорожание продуктов питания. Я просто вам приведу несколько конкретных примеров, когда клиенты отказываются после одобрения ипотеки, когда уже можно приобретать жилье, они отказываются от нее и уходят в аренду. Почему? Потому что арендные платежи, к сожалению, сейчас много меньше, чем платежи по месячной платеже по ипотеке. Но я, правда, говорю сейчас только про регионы. В столицах ситуация другая, поэтому и там такого снижения сделок купли-продажи нет. Сейчас востребовано очень вторичное жилье, потому что за июнь, июль, август цены в Казахстане, в регион, я еще раз подчеркну, я говорю сейчас о регионах, не просто снизили, они сжали в пределах 15-20%. Потом не забывайте, есть такой фактор оценки недвижимости, как сравнение цен по реально заключенным сделкам. То есть оценка недвижимости по тем ценам, по которым реально заключились сделки. А они, поверьте мне, гораздо ниже, то есть ниже 15-20%, иногда 25% ниже, чем первоначальные заявленные цены на сайтах, в объявлениях и так далее. То есть пожелания собственников. Что касается перспектив, я думаю сейчас, однозначно можно сказать, скачков цен, увеличения цен, так же, как и уменьшения не будет. Будет все, цена будет повышаться в рамках действующей инфляции. Что касается столиц, там это так же будет, как и раньше, 1,2-1,7% в месяц удорожения, но скачков и резких падений, естественно, там не ожидаются. Я имею в виду, что это наша столица, Астана и Алматы. Александр, смотрите, ну а если вот, например, уже придет фокус сместиться со столиц, с мегаполисов, с областных центров на регионы, вот то, что планируется как раз с областным банком, то есть там можно ожидать, что цены начнут ползти вверх? Нет, в регионах, вы знаете, мы заработаем, естественно, я сейчас имею в виду регионы, областные центры, это регион и его окружение, моногорода и сельская. Ну вот если говорить про моногорода, про районные центры, про села, там как ситуация будет, то есть недвижимость начнет дорожать? Нет, там нет причины удорожания недвижимости, потому что, во-первых, естественно, вернее, неестественная миграция, то есть когда человек, так называемые трудовые мигранты, переезжают в город, это раз. Во-вторых, не развита с инфраструктурой, дело в том, что давайте возьмем взять большие города, ведь многие готовы работать и жить, оставаться жить там, где жил, то есть в селах и моногородах, но работать в крупном городе. Но дело в том, что ни разу из инфраструктуры дорог не позволяет человеку, допустим, те же 60 километров, в принципе, при современных скоростях преодолеть и поехать работать, скажем, там из какого-то районного центра, который находится в 60 километрах от города, это не проблема. Но дело в том, что дороги-то оставляют желать лучшего. А что касается недвижимости в сельской местности, если будет направлено, направлено, вернее, средства на развитие инфраструктуры, я имею в виду с села, то есть доступность воды, газа, хорошей дороги, я, во-первых, это снизит миграцию в города, и, может быть, тогда это изменит ситуацию с недвижимостью в этих. Ну, давайте мы еще об этом поговорим. Рустам, не что-то боится? Или согласны полностью с Александром? Хотел сказать, что цены сразу как бы вниз, ну, не идут, если вот так вот посмотреть. Застройщики делают скидки, договариваются с банками и делают как бы скрытые продажи там. То есть за счет ипотечных программ специальных, чтобы продать. Вот так вот. Лиза Трикеновна, вы недавно буквально заявляли о том, что, в принципе, ждать понижения стоимости на недвижимости, на недвижимость не стоит. То есть они будут постоянно расти. Пускай они будут низкочкообразные, как сказали, то есть Александр, но, тем не менее, будут расти и стабильно будут дорожать. Сейчас не отказывайтесь от своих слов. Сергей, надо смотреть на конкретный вопрос и конкретный ответ. Вопросы бывают такие, допустим, в этом месяце это подешевеет или нет? Нет. То есть мы говорим иногда о краткосрочной перспективе. В краткосрочной перспективе сейчас, в связи с тем, что мы ужесточили условия получения жилищного займа от басы банки, происходит стагнация. Например, мы отменили 21 августа продажу депозитов между чужими лицами, скажем. То есть оставили только между близкими и родственниками в рамках развития нашей стратегии, как от басы банка, как повышение семейных ценностей, где люди копят на маму, на папу, на ребенка, потом все это объединяет. У нас при получении одного займа в среднем четыре депозита объединяются. И теперь уже как бы нельзя купить историю сбережений, которые делал другой человек. 21 августа это вот. И это сильно повлияло на то, что люди теперь поняли, что копить надо самому самостоятельно. И соответственно... То есть в ближайшие три года роста цен не будет на недвижимость, да? Правильно вы к этому говорите? Нет, я говорю о ближайших трех месяцах на самом деле. Потому что мы поставили минимальное значение оценочного показателя 2,5. А это как раз-таки три месяца для того, чтобы положить, например, 10 миллионов тенге и потом получить 20 миллионов тенге весь займ. Но мы планируем в рамках самой философии сберегательной функции банка, чтобы люди учились копить и вот от этого потребительского поведения отходили в сторону накопительной вот такой вот функции, еще дальше повышать ОП, чтобы сделать классические баушпаркассы, классические жилищно-строительные сбережения. Ну, давайте еще немного о цифрах. Вот по состоянию на 1 июня этого года ипотечный портфель банковского сектора страны достиг 4,8 триллиона тенге, что на 4% больше, чем в начале года. В целом, по данным Нацбанка, с 2018 года наблюдается динамичный рост объема ипотечных займов. Если рассмотреть многолетнюю динамику, то, к примеру, за 5 лет ипотечный портфель банковского сектора вырос в 3,3 раза, а за десятилетия в 5,8 раза. В региональном разрезе наибольший объем ипотечных займов пришелся на Астану 1,4 триллиона тенге или почти 30% от общей суммы. Второй город – это Алма-Аты и третий с большим отставанием стала Карагандинская область. Наименьший объем ипотечных кредитов в области Улы-Тау всего 5,7 миллиардов тенге. Ну, в принципе, это и понятно, но область-то совсем новая. Вот теперь об ипотеке. Президент очень четко отметил в послании, что отбасы банк должен сменить фокус на регионы. Я так понимаю, может быть, и, в принципе, листая социальные сети, некоторые волнуются о том, что в больших городах, в мегаполисах, в областных центрах отбасы банк закроет свои депозиты. Не депозиты, вернее, а вот эти свои программы льготного ипотечного кредитования. Ну, спасибо, во-первых, за приглашение. Тогда мы скажем эксклюзивную информацию, что на самом деле мы будем продолжать работать во всех крупных областных центрах и в городах Астана, Алматы, Шимкент. Потому что конституционные права депозиторов, вкладчиков, которые копят, конечно, будут поддерживаться дальше. То есть, если человек копит на свой счет, он будет продолжать это делать, ему будут доступны все продукты. Депозиты можно будет открывать или нет все-таки? Да, и новые депозиты можно будет открывать, и будем расширять линейку, предлагать новые инструменты, в том числе с повышенной доходностью. Сейчас мы работаем над новой стратегией, кстати, банка на 5 лет, и там будет очень много интересных вещей. В том числе хотим работать по образованию как очень большому долгосрочному активу в семейных ценностях, когда люди будут копить для того, чтобы давать достойное образование. Но, возвращаясь к вашему вопросу, что означало в послании президента именно фокус на сельскую местность? Я хочу подчеркнуть, что очень много... Посмотрите, мы еще которую графику дали, там как раз статистика показывает, что основное финансирование идет именно больших городов. То есть, Астана, Алматы, Шимкент. То есть, это вот большая часть, 30%, как я уже сказал, на Астану, где-то 15%, по-моему, на Алматы или 20%. На Шимкент тоже там такой весомый портфель, больше, по-моему, 50% получается. То есть, на эти три города приходится. На три города всегда исторически приходится больше 50%. Вот теперь хочу объяснить, что существует устойчивое мнение, что людям ипотеку дают только тогда, когда у них есть взносы в пенсионный, в единый накопительный пенсионный фонд. Если у тебя нету взносов, а это в основном сельское население, если ты самозанятый, то ты никогда не получишь жилищный заим. И вот наш фокус будет в работе с сельским населением, с населением, которые живут в селах, моногородах, объяснение того, что мы единственный институт жилищно-строительных сбережений, который позволяет нам в нашем законодательстве, в наших регуляторных требованиях, в наших внутренних документах, если человек в течение 5-6 лет каждый месяц по 50 тысяч копил планомерно и дошел до жилищного займа, вот эти 50% накопил, то мы, во-первых, не проверяем оценку платежеспособности, не проверяем его взносы в ЕНПФ, просто он нам приносит справку, что он трудоустроен. В том числе, может быть, он там работает в крестьянском хозяйстве, либо еще где-то. Это вот сейчас про самозанятых? Да, про сельских. Про сельских, то есть для столицы такое уже не пройдет? И для города это тоже действует, но в городе этим пользуются чаще, а вот сельское население до сих пор этого не знает, они до сих пор думают, что да зачем мне копить, я все равно потом приду, не смогу найти, значит, подтвердить свою платежеспособность и так далее. То есть половину он накопил, половину он может вас еще занять? Да. А на недвижимость где тогда вопрос? И вот второй вопрос очень интересный. Во всех банках существуют так называемые зоны кредитования. Это специальный документ, который называется залоговой политикой, в котором говорится, понятно, Астану, Алмату, Шемкент, кредитуем все с удовольствием. Допустим, там, Атбасар, Акуль, ну, буду в Акмолинской области говорить, Степногорский, Рементау, та же, может быть, но уже начинается деление. Какие-то банки соглашаются, мы, например, как социальные банки, фактически государственные, все эти зоны кредитования покрываем. Если мы проваливаемся дальше, например, Коргложино, поселок Сабунды, поселок Жентике, есть поселки, где там несколько буквально домов, 5-6. Из-за того, что это не ликвидно в будущем, многие банки не включают это в зону кредитования. У нас, кстати, тоже есть ограничения. Но вот здесь самое интересное, если вы накопили, как сельский житель, половину суммы за 5 лет и достигли этого оценочного показателя, то у вас нет зоны кредитования. Вы можете даже в Сабунды, даже в Жентике, где там несколько всего лишь домов, купить этот дом. В Астане могу купить из Кургложино? Да. То есть, копя там, я могу купить легко, без подтверждения доходов? Да. И вот это вот и будет тот фокус, с которым мы сейчас пойдем к сельскому населению. Смотрите, если вот такая вот все-таки, ну, как вы сказали, что без подтверждения доходов, то есть не будет ли таких прецедентов, что с меня, например, коррупционные риски тоже существуют, что начнут требовать, чтобы я подтвердил доходы, а с соседа не будут, потому что у него там, ну, какие-то проблемы. Протежи есть. Ну, во-первых, мы для этого приходим. Программа будет для всех одинаково работать или вот мне скажут, нет, вам нужно подтвердить, хоть вы и копили, все, но мы что-то как-то вот сомневаемся. Мы для этого приходим, для этого и делается послание президента, чтобы объяснять, что есть такая возможность в государстве. Теперь донесите ее до населения. Но не три года придется копить, а пять лет, да? Ну, по-разному, понимаете. Кто-то, например, владелец какого-то небольшого, представим себе, поля, на котором выращивают лук. И он там это накапливает в течение трех-четырех лет. У кого-то поменьше, допустим, возможности, ему нужно пять-семь лет. Но здесь вопрос именно в этом долгосрочном таком планировании, вот взращивании такой новой, новой ментальности, нового сознания в планировании. И что еще очень важно, то, что, например, когда мы пойдем с этим продуктом сельскому человеку, мы фактически должны же достучаться до каждого. То есть сейчас мы уходим в цифровизацию, и у нас большинство наших услуг, они доступны онлайн. Но в сельской местности это не всегда проходит, человеку нужен живой контакт. Поэтому мы сейчас готовим меморандум с Казпочтой, это национальный оператор, у него есть отделение фактически в каждом селе. То есть не нужно будет идти непосредственно в банк, а можно будет прийти в Казпочту, и там уже начинать, по крайней мере, какой-то этап проходить по документам, да? В 2023 году мы обучим и дадим право 100 почтальонам, особенно в глубинке, открывать депозиты и брать заявки на кредит. В 2024 году доведем это количество почтальонов до 500 человек. Во-первых, мы будем им дополнительно оплачивать это, а во-вторых, мы получим такого проводника, который сможет зайти в каждый сельский дом. Смотрите, предположим, в идеальных таких условиях, что Басыбанк спровоцирует такой строительный бум населения. Не все захотят ехать, например, в Астану или в город, где родился, там пригодился, как говорится. Все нравится, все нравится, но хочет купить либо там квартиру, либо дом. Но нет подходящей инфраструктуры. Как этот вопрос будет решать? Ну, данный вопрос должен решаться местными исполнительными органами, в первую очередь. Должны подготовить земельные участки, подвести инфраструктуру и только потом строить там дом. То есть, правильно я понимаю, что Басыбанк не будет звать за собой застройщику? Здесь я хотел бы добавить, вот, именно по строительству. Здесь очень важно, в сельской местности другая себестоимость строительства. Нельзя позвать городских строителей туда, чтобы они построили там дом из тех же материалов, потому что это будет очень дорого. То есть, если себестоимость строительства... То есть, на селе из чего будут тогда, простите меня, строить? Каких-то местных материалов, потому что везти отсюда с города... Страшно же предположить. Я не знаю там. А потом согласятся кредитовать это? Нет. Например, есть технологии, как ЛСТК, там, если делать из каркасных металлических, ну, легких сооружений, делать из пенобетона, там, то есть, на месте все это отливать. То есть, не возить. То есть, логистика съедает все. Например, есть крупное домостроение, там, у нас в 11 регионах, но его охват приблизительно, ну, 200, может быть, 300 километров. И то это логистика такая, которая туда будет закладываться. Поэтому это будет, скорее всего, не многоэтажное. Это будет малоэтажное строение, это будет ИЖС. Но чтобы это заработало со стороны именно предложения, здесь у нас есть закон о даревом участии в жилищном строительстве, но, к сожалению, там он не работает. Малоэтажное строительство, оно не входит в этот закон. То есть, поддержка строителей там нет. Вариант такой снизить себестоимость, чтобы строить, например, по себестоимости, это не предпринимательская деятельность, это не коммерческая получается. Застройщики вообще не заинтересованы. То есть, даже если маржа будет низкая, они тоже уже... Я просто для примера дам, скажу. Октюбинская область, там, город Алга, да, стоимость квадратного метра в вторичке 100 тысяч тенге за квадратный метр. То есть, если там брать... А если новая строить, 180-200, да? Да, ну, даже в эту цену попасть очень-очень сложно. То есть, поэтому вот опыт Караганды. Они берут старые дома, которые были пятиэтажки, там есть. Сарань, Шахтинск, Абай, например. Реновацию делают? Они делают ее реновацию. Старых домов. То есть, разбирают, переделывают, ее ставят. Давайте вот у Виктории как раз поинтересуемся, насколько заинтересованы застройщики-то идти вслед за Басыбанком и строить. Застройщики-то на самом деле всегда готовы идти туда, где есть спрос. И все зависит от того, каким образом вот те программы, да, которые будут инициированы от Басыбанком, каким образом они повлияют на увеличение этого самого спроса, на интерес к этому жилью. Потому что, как правильно отметили коллеги, не хватает инфраструктуры, не хватает банальных дорог, не хватает сетей. Все это, естественно, накладывает сложности на реализацию данной программы. И правильно отметили, когда говорили о том, что себестоимость такой недвижимости тоже будет достаточно высока. И это связано будет прежде всего с логистическими проблемами. И, как мы знаем, у нас сейчас стоимость строиматериалов так и не падает. Она у нас растет, растет регулярно, растет по каждому материалу, да, на определенный процент. Но все же это порядка, да. Виктория, а вы вот изучали спрос вообще вот на селе, в моногородах, на строительство нового жилья? Насколько он высок, насколько он востребованный? Ну, в настоящий момент такого интереса застройщика к селам активировано не было, да. Не было программы соответствующей, не было соответствующих условий. Поэтому, как таковое, не было предпосылок для того, чтобы заниматься изучением спроса именно на селах и моногородах. Отдельные строительства, да, действительно осуществляются, особенно активно осуществляются они близ больших городов, да, под Алматой, под Астаной. Естественно, это те города, которые развиваются, как правило, более активно. И там хоть худо-бедно как-то стройка идет. Но вот что касается отдаленных каких-то сел и моногородов, конечно, в связи с теми проблемами, которые сейчас есть. У них, естественно, там спроса нет, и, соответственно, застройщики не рассматривают, как таковое для себя, эти территории для развития. Вот. И, естественно, стоимость, да, этой недвижимости. Стоимость, как я сказала, не может быть низкой из-за тех факторов, которые на сегодняшний день присутствуют. Да, у нас это инфляция и стоимость материалов, которая не может быть дешевле для села или моногорода, а скорее будет дороже из-за проблем с транспортировкой материалов, да. Опять же, трудовые ресурсы, непонятно, будут они на селе или придется привозить специалистов из города. Вот. И да, скорее всего, это будут малоэтажные здания. Вот. В принципе, это имеет место быть. Но вот опять же, коллега говорил о том, что на сегодняшний день, например, вот Далевка у нас не распространяется на малоэтажные здания. Но вот сейчас, как мы знаем, планируется распространить действия закона о Далевом именно на малоэтажные здания тоже. Поэтому, возможно, как раз в рамках Далевки будет осуществляться строительство этих малоэтажек. Это наиболее вероятный путь. Но не дешевых, насколько я понимаю, правильно? Да, скорее всего, с учетом издержек, которые будут связаны в том числе с получением необходимой разрешительной документации, да, и всего, о чем я выше говорила. Тогда, скорее всего, это будет не дешевый квадрат, который сопоставим с теми стоимостями, которые у нас сейчас в городах, собственно, и складываются. Ниже, там, 280 тысяч тенге. Понятно. Я хотел дополнить по спросу. Действительно, частный застройщик не будет на себя брать риск продажи. То есть, как он построит и кому он может продать. Потому что это небольшой город, это маленькое поселок городского типа или город. Поэтому ему нужно продать до начала строительства. То есть, вот такой вот способ, это предусмотрен как жилищно-строительный кооператив, к примеру. То есть, когда люди сначала договариваются, что мы хотим строить, какая мы с ним строим еще. Мы тоже знаем, что Басыбанк так и делал. Он строил дом, а потом уже люди копили на этот дом и потом уже реализовывали. Правильно же, то есть, у вас была такая же программа. То есть, по сниженной цене, не по рыночной цене, квадратные метры комфорт-класса жилье, по-моему, даже продавали. В Астане это было, по крайней мере, я точно знаю. У нас есть инструменты, это вот как раз под гарантию КЖК. Мы строим на КЖК, что это такое? Казахстанская жилищная компания. Чтобы все знали, понимали. То, что говорят про гарантию. То есть, там застройщик готовит пакет документов, у него есть ПСД, есть госэкспертиза, проектно-сметная документация. Не надо говорить на птичьем языке, да, только такими словами. Есть вся документация, полностью все узаконено. Он приходит в казахстанскую жилищную компанию. Эта организация тоже дочерняя холдинга Байтерек. Мы являемся с ними фактически полноценными партнерами. У нас есть цифровая интеграция. Мы знаем, что они выдали эту гарантию. И мы говорим, мы будем кредитовать этот объект. То есть, вы не выкупаете дом? Мы не выкупаем. Вот у многих есть ошибочное мнение, как будто банк от Басы финансирует застройщиков. Очень часто приходят на встречи и говорят застройщики, вот Басы, банк, дайте нам денег. На самом деле, мы никогда за 20 лет напрямую не кредитовали никакого... Но смотрите, в селе же это вообще будет очень тяжело. То есть, позвать застройщика, который построит, а потом он будет годами это все реализовывать. Я думаю, нужно поступить проще на самом деле. И мы сейчас над этим продуктом думаем. У нас сама система жилищно-строительных сбережений позволяет взять кредит на строительство. И, кстати, у нас там есть срок. То есть, вы берете деньги. 10 миллионов накопили, 10 миллионов мы еще вам дали. И мы вам даем 2 года. Это называется подтверждение целевого использования. У вас есть 24 месяца построить дом, ввести акт ввода в эксплуатацию, принести нам акт ввода в эксплуатацию. Это и будет целевкой. То есть, в принципе, застройщики как таковые не нужны будут. Да, сейчас вот этот инструмент мы будем очень сильно анализировать. Уже начали целый месяц после того, как прозвучало поручение президента. Мы сейчас на уровне каждого бизнес-процесса это раскладываем и смотрим, где какие недостатки есть. Например, каким должен быть этот земельный участок. Обязательно ли проектно-сметная документация на вот этот маленький домик 100 квадратных метров. Но это сколько надо обойти госорганам, чтобы на 100 квадратов получить там 25 подписей. Значит, почему этот инструмент и этот продукт не имеют большой популярности. И вот в рамках вот этого... Про инструменты тоже у вас есть с дипломом в село. Да. И в рамках этого поручения мы будем это смотреть именно развитие ИЖСа в сельских населенных пунктах. Рустам, спасибо, подсказал. Мы в этом году стали оператором большого проекта республиканского, фактически национального. Это проект с дипломом в село. Значит, в рамках этого проекта молодые специалисты, которые едут в сельскую местность, учителя, врачи, зоотехники... То есть, люботная ипотека. Скажу сразу, да. Список приоритетных специальностей выбирает местный акимат районный. Допустим, они говорят, у нас здесь запускается птицефабрика, нам нужны специалисты, ветеринары и зоотехники. И эту специальность можно включить в список. И тогда под 0,01, ну фактически в рассрочку, этот специалист, который приезжает, получает сумму... Сейчас эта сумма примерно 5 миллионов 200 на одного человека. И вот мы сейчас взяли эту программу, полностью оцифровали. Теперь не надо носить документы. Все у нас на портале Баспана Маркет. Со 180 акиматами районными подписали соглашение. Получили уже 19,5 миллиардов тенге. И сейчас около 3800 заявок в работе. Около 200 займов мы выдали. Остальные там проходят разные стадии. Кто-то там договор купли-продажи регистрирует. Кто-то договор залога регистрирует. В дальнейшем мы планируем полностью это оцифровать. Сейчас есть этапы, например, он заключил договор купли-продажи. Потом идет с этим договором в ЦОН, регистрирует залог, приносит, сканирует и снова в систему вкладывает. Сейчас еще одна программа есть. Там будет дальше развитие, она будет полностью через блокчейн, через все. И здесь очень важно посмотреть. Первое, перечни специальностей. Многие районы просят или предлагают, чтобы мы включали еще и другие молодых людей, которых надо привлечь. И второе, посмотреть стоимость. Все-таки 5 миллионов 200 это может быть маловато для того, чтобы в зависимости от близости к Астане, к Шимкиенту сделать какие-то критерии. И очень важно еще сделать эту программу более гибкой. То есть есть сейчас запрос, например, на такой фактический трейд-ин. То есть человек приехал в ту же глубинку, допустим, поселок Жентике, купил там дом, стал учителем алгебры, геометрии, преподает. Через 3-4 года он хочет поехать уже в райцентр, в Курглажин. И там уже. У него есть опыт, его приглашают. А этот дом можно перепродать по этой программе. Теперь этот займ же у него остается и получается там очень много таких бюрократических процедур. Я должен продать, я должен погасить, а на что мне потом взять новый. И мы здесь хотим сделать такую систему, где можно будет делать, может быть, обмен, может быть, гасить частично и получить новый займ и так далее. Вот в этой программе очень много есть возможностей. И сейчас вот мы с 1 апреля только ее получили, 6 месяцев работаем. И будем ее значительно модернизировать. Есть еще одна программа по субсидированию 50% стоимости жилья в сельской местности. Это только для тех, кто заключил контракт на 5 лет с работодателем. Да, это правило субсидирования затрат работодателей по строительству арендных домов на селе. То есть на сегодняшний день мы правила разработали, проект правил согласовали. Это арендное жилье? Это не собственность? Это арендное жилье. Нет, арендное есть, без выкупа есть. Еще с выкупом для специалистов, которые заключили контракт с работодателем на 5 лет. На 5 лет, на 5 летний период, да. То есть там субсидирование 50% от стоимости. Стоимость должна быть не больше 100 тысяч тенге за квадратный метр. То есть такое. Но там сейчас споры идут, потому что деньги на эту программу не выделили сейчас. Хотя есть неосвоенные деньги, например, на подвод коммуникаций к земельным участкам, которые в рамках 10 соток, которые выдается. Там порядка 70 миллиардов тенге в бюджете, которые не освоены. То есть возможно их будут туда перенаправлять. Но этот вопрос сейчас обсуждается. Есть такая еще доработка. Возможно не субсидировать, а дать эти 50% например в отбасы банк. Чтобы у человека уже накопилось эти деньги. И они, работодатели, выкупили это уже жилье за 100%. К примеру. У меня еще есть интересные цифры. Согласно данным бюро на статистике, на конец прошлого года средняя жилая площадь на душу населения в Казахстане составляла около 23,4 квадратных метра. Что существенно ниже международных стандартов. А это не менее 30 квадратных метров. Как мы видим из этой графики, в последние 10 лет ежегодный рост показателя составлял примерно 2 или 3 десятых квадратных метра. Самый высокий прирост 6 десятых пришелся на 2021 год. Если ситуация кардинально не поменяется, то при среднем ежегодном приросте в 3 десятых квадратных метра международных стандартов мы можем достичь только как минимум через 20 лет. В этой связи, что Басыбанк приходит и начинает кредитовать на селе, все-таки можем ли мы ожидать увеличения этого показателя? То есть не 3 десятых, а 5 десятых, 1 ежегодная. То есть как это может сказаться? Для этого, у меня есть личное мнение, развитие строительства без увеличения стоимости жилья с большими оборотами, с большим кредитованием. Самозанятое население уже сейчас не будет выпадать из этой программы, а сможет участвовать. Да, можно только способом именно содействия именно самого этого населения через кооперативы. То есть когда кооперативное жилье строится, чем больше вы туда денег вливаете, тем дешевле вас становится квадратный метр. То есть здесь наоборот. То есть если пенсионная система доказала у нас увеличение стоимости жилья, потому что спрос больше на коммерческие кооперативы, это некоммерческие организации, которые сами люди контролируют стоимость. Виктория, посмотрите, насколько все-таки застройщики интересно, интересно застройщикам идти в моногорода, районы, в села. На каких условиях, если, например, вас позовут все-таки, будут какие-то госпрограммы, субсидирования? То есть на какие условия вы, например, согласились бы для развития вот этого строительного бума в наших регионах? Конечно, условия, когда будут субсидироваться каким-то образом, это строительство. Естественно, застройщикам интересно, застройщики к этому готовы рассматривать такие варианты, если будут предоставляться какие-либо конференции, льготные какие-то ставки будут для предоставления деятельности. В принципе, застройщики к этому готовы. Тем более, действительно, опять же, не стоит забывать, что у нас сейчас есть технологии домостроения, которые более экономичны. И с их использованием, например, те застройщики, которые их используют, они, скорее всего, смогут одними из первых, возможно, пойти под эти программы. В целом, эта программа будет интересна, если будет два условия. Первое будет спрос, и будут соответствующие, коррелирующие со спросом условия этого субсидирования. В этом случае, конечно, застройщики будут готовы пойти в любое место и строить в любом месте в этом проблему нет. Александр, а вот вы как считаете, будет спрос или нет в связи с тем, что вы уже услышали здесь на программе? Вы знаете, я считаю, что даже если появятся какие-то льготные программы, посыпанки, которые будут распространяться на сельскую местность, это ничего не изменит. Не изменит, застройщики не перебудут строить на сельской местности. Дородские программы также останутся. Вы знаете, дело в том, что, вернее, не к сожалению, может быть, кто-то удивится, но наличие льготной программы не подвигнет потребителя покупать. Ведь решение потребителя приобретать жилье, главное, это идет локация. Если на селе будут созданы условия, тогда человек пойдет в село, и вот наличие льготной программы, конечно, это увеличит. И строительные компании пойдут в село, но без инфраструктуры, без, знаете, содействия развития самой строительной индустрии, без субсидий, без льготного угла, я имею в виду, без строительных компаний, без упрощения получения разрешения, ничего не происходит. Здесь комплексная программа. Наличие льготного кредитования на селе не приведет к изменению рынка недвижимости. То есть, многие здесь слышали опасения, что города пострадают. Нет, я уверен, что города не пострадают, и в селе это, к сожалению, не изменит ситуацию. Ну так. Израиль Кемманова. Тогда получается смысл переводить фокус с городов на моногорода, села, если они начнут покидать. То есть, те же самозанятые, которые откопили 3-5 лет, по факту возьмут и переедут. То есть, да, у него там был какой-то огородик, как вы вот сказали, там лук он выращивал, да, на протяжении. Но, переехав в столицу, он уже не будет выращивать этот лук. И где гарантии того, что он сможет потом рассчитаться за купленную квартиру в столице? Образно. Я думаю, что на самом деле нужно смотреть на жизненный цикл семьи. Те люди, которые привыкли выращивать этот лук, они там останутся. И чаще всего они копят и покупают для своих детей. Но программа не будет нацелена именно на вот, где бродился, там и пригодился. Здесь, я думаю, что мы будем очень плотно работать с местными акиматами. Значит, у нас, во-первых, то, что мы с вами обсуждали все время 50 на 50, это фактически то, что мы называем рыночными программами. Это когда человек без ограничений, мы не смотрим, сколько у него квартиры и так далее, делает усилия и копит. Но у нас есть еще и социальные программы, которые мы в Министерстве промышленности и строительства реализуем. У нас есть очередники. Это люди, которые становятся в очередь, надеются на то, что там первоначальный взнос будет совсем маленький, например, 10%, да, Бакатод, Басы под 2%, там Шанрах под 5% и участвуют. Вот мы проанализировали, у нас сейчас фактически есть возможность кредитовать вот прям сегодня, да. В Акмолинской области это город Ерементау, это Буландинский район Макинск, это Адбасарский район, а город Адбасар. Есть возможность, но? И возможность есть, и есть небольшой спрос. Он не такой, конечно, ажиотажный. То есть вы этим уже занимаетесь? Да, занимаемся. Сейчас мы получили 180-квартирный дом в городе Жанаузень, Мангистауской области. Работаем в районе Габита Мусрепова в североказахстанской области. То есть теперь это движение будет более быстрым и более как бы будет находиться на повестке дня Акиматов. То есть мы будем смотреть. Это должен быть не только Кокшетау, Актау, Атрау. Это должны быть еще и райцентры, где и моногорода, где мы будем предлагать. Ну, о чем, кстати, говорил президент. Да, да. И вот это будет продолжаться. Сейчас на уровне активности, такой проактивной позиции мы работаем. Вот у нас есть, например, вы удивитесь. У нас очень просто мало времени. Сейчас быстро скажу пример. Западно-казахстанская область, Бурлинский район. Акимат районный выделил 440 миллионов тенге для своих молодых специалистов, чтобы их там удерживать. Глубоковское село Восточно-казахстанской области. Село Глубокое. Очень коротко. Мы там, Глубоковский район. Мы тоже там делаем такую маленькую субрегиональную программу. И это будет продолжаться. Смотрите, когда заработает, когда мы увидим это все полностью, вот в полную меру заработает, чтобы в любом селе Казахстана можно было взять такую ипотеку. Как вы, куда планируете запуститься полностью? Очень коротко. Ну, мы уже запустились и постепенно, и с дипломом село все работает. Вопрос только о расширении, о фокусе и о том, чтобы получить конкретный результат. Ну что ж, большое вам спасибо. Вам тоже. На этом все.